Какие новые схемы с использованием информационно-телекоммуникационных технологий применяют злоумышленники? Перевод денежных средств в недружественные страны. Легенда отличается от легенды ДТП, но способ совершения тот же самый. Почему даже хорошо информированные люди попадают под влияние телефонных мошенников? Большая проблема в том, что жертвами данных преступлений, как правило, становятся пожилые граждане. Желание помочь своим близким, родственникам, оно преобладает. Поэтому бабушки, дедушки наши отдают зачастую свое последнее. Какие меры помогут обезопасить себя и свои денежные средства? Основное правило – это не общаться с мошенниками. Поступил такой звонок, положил трубку, перезвонил в банк по телефону горячей линии и выяснил все вопросы. О том, как не стать жертвой киберпреступления, рассказывает начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Самарского управления МВД России Владимир Елясин. Смотрите программу «Город С» 27 сентября в 18.15 на телеканале «Самара ГИС». ЭКОМА ГИС». ЭКОМА ГИС. Продолжение следует...